Путин, в принципе, умер политически уже давно. Кстати, последний кол осиновый в гроб политический пуф Путина забил некто Пригожин, Евгений Пригожин. Когда 23-24 июня он устроил переворот, и никто не вышел защищать этого Путина. Никто. И все поняли, что никакого Путина политически нету, уже нету давно. Но вот с 23-24 июня, опять же, это тоже официальная вещь, которую показали все. Ни один спецслужбист, никакая партия Единой России, никто, ничего. И надо рано или поздно просто сказать, что Путин является нелегитимным президентом. Парламентская ассамблея ПАСЭ уже приняла это сообщение. Она сказала, что в любом случае, в марте месяце, если Путин выставит свою кандидатуру, и даже если он выберется, ну, условно, на каких-то этих выборах, мы понимаем, какие у них там выборы, что если он продолжит занимать должность президента Российской Федерации, он будет нелегитимным президентом. Точно так же, как Лукашенко с августа 2020 года считается международным сообществом нелегитимным президентом. Поэтому с ним никто не переговаривается, кроме там Орбана, кроме там, я не знаю, каких-то там китайцев, кроме Северной Кореи, то есть вот там Ирана какого-то. То есть нормальные люди с ним не переговариваются больше. И с Путиным точно так же, такая же ситуация. То есть надо довести ситуацию до абсурда, когда просто с Путиным ни один нормальный человек не сможет без потери для своей репутации встречаться. И все. И останутся только какие-то вот Орбаны, Ким Чен Ыны и Си Дин Пинни. Извините за выражение. Да, кстати, мы уже не раз говорили, кто мог бы быть вместо Путина, да, кого сегодня еще воспринимает на Западе более-менее как адекватного политика из России. Даже не знаю, как это слово подобрать. Говорили о Мишустине, но в последнее время он как-то медийно очень притих. Он там своими делами занимается, от него ничего не слышно, не видно. Ну, Шойгу так более-менее сейчас выступает с заявлением. Вот в Китае он сказал, что якобы Россия уже готова к мирным переговорам. В каких-то своих там началах и каких-то своих позициях тоже неизвестно почему там. Тем не менее, немножко так пригрозил ядерным оружием. Сказал, что сегодня все эти столкновения России с Западом делают то, что может быть какой-то взрыв ядерный между ядерными державами. Вот кто такой человек вот именно вот на эту секунду, да, от которого еще можно слушать, слышать и, ну, можно хоть как-то смотреть на него или рядом даже стоять. Ну, если немножко посмеяться и немножко вас попровоцировать, то я бы сказал так, кто-кто, конь в пальто. Да кто угодно. Это только не он. Кто угодно может. Потому что Каллигула в свое время привел на свое место в Сенат коня своего собственного. Посадил просто коня и сказал, вот он вместо меня будет сенатором. И все. И Сенат сказал, что, ну, если Каллигула сказал, значит, все так и будет. На самом деле нам без разницы, кто это будет. Но на самом деле не совсем без разницы. Четко совершенно Шойгу таким человеком быть не может. Потому что он является министром обороны, который участвует в криминальной, в уголовном преступлении международном войне против Украины. Этим человеком не может быть Герасимов. Этим человеком не может быть никакой руководитель Совета безопасности Российской Федерации. Но у них формально есть, хотя в том же самом Совете безопасности, есть премьер-министр, который по Конституции является вроде второй фигурой в Российской Федерации. И он на самом деле пытается играть роль такого технократа. Да, значит, технический премьер, который типа там Путин занимается политикой, а я занимаюсь на хозяйстве. То есть сижу и разгребаю трупы, и разгребаю там сантехнику, канализацию и прочие всякие вещи. На самом деле ни один человек, который входит сейчас в топ-100 чиновников путинского режима, не должен заниматься этим делом. Просто они должны быть отстранены. Точно так же, как пытались в 1945 году перед крахом нацистского режима, Герен, Геббельс, Борман, все пытались заключить сепаратное соглашение и стать такими людьми. Все. Для этого паровоз ушел. Вот если бы они скинули Путина в прошлом году, если бы они скинули Путина в этом году, то еще была бы какая-то надежда. Нет, все поняли, что они сидят и ждут у моря погоды, и занимаются своими делами, пилят бюджет, зарабатывают бабло и участвуют в криминальном действии, которое развязал Путин. Поэтому эти все люди первого уровня должны сесть на ту же скамью подсудимого в Гаагу, куда уже пригласили Путина. И поэтому они не будут. А дальше в Российской Федерации 140 миллионов людей. Ну что, в стране, в которой 140 миллионов, не найдется человека, с которым можно будет заключить договоренность какую-то, и который начнет восстанавливать Российскую Федерацию в нормальном качестве, который выведет войска, который просто займет какое-то место государственное. Мы понимаем, что это может быть абсолютно новый человек, совершенно не связанный с этим делом. Навальный, допустим. Да вот его выпустят из тюрьмы, и он сядет в кресло президента и дальше скажет, что я прекращаю войну, я вывожу все войска, я выплачиваю репарации и расстреливаю, ну, условно, всех тех, кто участвовал в этой авантюре вместе с Путиным. Вот. То есть ввожу люстрацию. То есть в любом случае там сотня, первая сотня людей, которые сейчас находятся в путинском режиме, она подлежит, ну, если не уничтожению, то обязательному суду. Обязательному суду. Международному, не международному, без разницы. Вот. Дальше. Сто тысяч чиновников, которые сейчас, и руководителей крупнейших корпораций, которые участвовали в этой войне, подлежат суду и, так сказать, ликвидации их материального благосостояния. То есть, грубо говоря, у них должна быть изъята вся собственность, которую они сейчас обладают. А дальше еще миллионов десять подлежат люстрации. Вот так, как это происходило в западной, с нацистским рейхом. Так это, как это происходило со штази. То есть, грубо говоря, все высшее руководство всех специальных служб, Министерство обороны, все подлежат люстрации. И суду, и конфискации всего имущества. Вот это должен... Кстати, есть такие люди, которые говорят. Об этом говорит Мальцев. Вот Мальцев говорит, я борюсь за политическую власть. Я говорю, что с этой политической властью разговоров на уровне такого, значит, джентльменских и дипломатических разговоров быть уже не может, потому что 20 лет они занимаются разграблением страны воровством и преступлениями. Их можно только уничтожать. Вот он идет гораздо дальше, он говорит, вообще надо расстреливать всех. Черт твоей бабушке. Вот. И говорит, что... И если они не сдадут власть, не отдадут власть мирно, у них надо забирать эту власть вооруженным путем. Есть еще несколько политических организаций, которые уже говорят открыто, что власть надо забирать вооруженным путем. Вот. Вот. И дальше надо смотреть, как это все будет. Но на самом деле людей, которые хотят из этой ловушки, куда Путин и его ближайшее окружение загнало всю страну, выйти из этой ловушки, гораздо больше, чем мы предполагаем. Еще интересная информация появилась, вот не знаю, на фоне этого всего, или это было какое-то расследование, правозащитники из ГУЛАГУНЕТ пишут, что сегодня такой себе начинается раскол между силовиками, потому что они видят, что Кремль слаб, с задачами не справляется, якобы даже готовит остатку каких-то генералов. Вот насколько здесь можно говорить о том, что, ну вот настало время наконец-то, да, хоть о каком-то расколе, потому что ранее постоянно говорили о расколе элиты, которые, очевидно, ни к чему не приведет, но вот по поводу силовиков, насколько здесь эта информация и такое может быть опасно для Путина? Это может быть чрезвычайно опасно для Путина, это показал Пригожин, и поэтому, кстати, он там пытался, он отстранил от должностей 15 примерно генералов, которые пропали, кстати, многие из них так и не вернулись, да, например, Алексеева мы так и не увидели. Вот, некоторые, некоторых там вернули, но отставили, то есть на самом деле это реальная вещь, чрезвычайно опасная для режима, и в любом случае это реальная вещь, потому что эти все люди, которые привыкли жить хорошо и у которых теперь они не могут ездить за границу, их жены не могут делать шоппинг, их сыновья и дочки не могут учиться в западных школах, они не могут покупать себе недвижимость в западных странах. И все эти люди чрезвычайно недовольны, потому что они только на словах не любили Запад, они обожают Запад, они обожают кататься на лыжах в Куршевеле, они обожают пить французское вино, испанское вино, они обожают ездить на курорты испанские, итальянские в Швейцарию и так далее. То есть на самом деле таких людей очень много, и в том числе, кстати, все дни спецслужб, и понятно, что против режима, который, я бы не сказал, что он диктаторский, Путин не диктатор никакой, и, кстати, он доказал, что он слаб абсолютно, и все это поняли, Пригожин это показал, и Путин, да, он попытался, значит, запугать этих людей, потому что он посадил Гиркина, и он убил Пригожина. Хотя, кстати, генерал СВР и Валерий Соловей говорят, что Пригожин жив-здоров и в Латинской Америке, в Венесуэле пьет маргариты, коктейли и ждет возвращения своего в Российскую Федерацию. Ну, неважно, как бы то ни было, оба эти человеки, и Гиркин, и Пригожин, показали слабость путинского режима, и самое главное, все знают, это вещь, которая циркулирует, на самом деле, давным-давно, месяцами, что среднее звено в спецслужбах и Министерстве обороны хочет весь этот бардак прекратить. Но бардак, в смысле, не только путинский бардак, но и всю войну, потому что они же понимают, что даже если они заработают какие-то миллиарды и миллионы, куда их дальше-то использовать эти, потому что где там в этом, я не знаю, там, это Шойгу любит ездить в свою Туву, потому что он оттуда родом, и он мечтает стать когда-нибудь там президентом Тувы. Вот у него больше, так сказать, большего запала ни на что не хватает, а у многих людей есть гораздо больше дальние страны, они просто хотят по миру ездить, продолжать и быть приемлемыми людьми, чтобы им пожимали руки и на Западе, и на Востоке, и где угодно. А Путин все это убил. И на самом деле, Путин человек, на самом деле, который тащит всю страну и весь свой режим, и всех людей, которые находятся в элитах российских, в прошлое. Это человек, который, с одной стороны, у них телец бабло, главный, так сказать, движитель. И с другой стороны, это люди, которые живут в прошлом, абсолютно в прошлом. Все говорят, восстановление какой-то Российской империи. Все, Российская империя давно умерла, уже над ней посмеялись при Советском Союзе в фильме «Корона Российской империи». Никакой нет Совка уже, никакого Советского Союза нет. Никто не собирается, кроме сумасшедших бабок и каких-то полных, выживших из ума старперов, никто не хочет никакого Советского Союза. И вот, а Путин постоянно всем навязывает эти какие-то, эти старые механизмы, плюс люди типа патриарха, значит, который не является ни священником, ни верующим, пытаются сделать какую-то религиозную, значит, построить какую-то модель. Вот, но они тоже, они все, патриарх, который призывает к убийству. Все, не может быть христианина, который призывает к убийству, ни под каким соусом. Вот, и поэтому, на самом деле, у России самая большая проблема заключается в том, что последние 30 лет она не может найти вообще для себя никакой модели, модели, нормальной модели существования в этом мире, в меняющемся в мире, где у нее огромная территория, где у нее огромные богатства, а она постоянно себя заталкивает в сталинский софтир какой-то и в гулаг. Вот, и это огромная проблема Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok